сегодня я хочу рассказать вам как проводить упражнение или по другому технику раскрытие внутреннего учителя мы как раз только что это провели здесь в центре учить дом и у нас по результатам того что мы провели возникло решение поделиться этим с вами я встретил в интернете сегодня высказывание берта хеллингера очень краткие афористичные и вы можете использовать это своей работе например высказывание какого-то мудреца или каких-то мудрецов на какую-то тему или возьмете какую-то священную книгу например или художественную книгу но важно чтобы там были именно афоризмы кстати можете взять книгу осознанный путь любви для этих целей у у нас в круге находится 6 8 10 человек и на момент когда книга или высказывание попадает в руки вам вы берете состояние мудреца внутри актуализируйте зачитываете то или иное высказывание например в начале мы позволяем одарить себя а затем критикуем это и и вам нужно не упал в грязь перед учениками состояние учителя истолковать это высказывание им как вашим преданным слушателям но очень важно чтобы вы не видели заранее этих высказываний и тыкали пальчиком высказывание наугад или говорили например в книге например 250 страница второй абзац сверху вы зачитываете не берете состояние мастерства и объясняете людям задача слушающих вас людей слушать с почтением вынимать высшей мудрости которая идет от вас и в конце когда вы закончили с благодарностью вам почти поклониться и также вы передаете другому мы сегодня сделали это упражнение нашими большом круге трижды мы три раза каждому из находящихся давали прочитать и каждый давал истолкование что происходит на глубинном уровне то или иная фраза новая неожиданная для вас попадает внутри вас она соединяется с вашим опытом с вашей цельностью если вы говорите из состояния мудреца даже если вы чуть-чуть ошибетесь получается совершенно прекрасно вы много раз слышали о внутреннем учителе о том что нужно как-то его привести в движение но каждый раз вы искали внешних учителей для того чтобы внешне учителя вас научили как жить когда состояние внутреннего учителя способного встречаться с текстом размышлять произносить слух вас актуализируется вам добавляется больше уверенности и благодаря групповой динамике людей которые почтительно слушают вас это состояние безусловно раскрывается и усиливается таким образом сегодня в нашем небольшом круге каждый побывал в состоянии учителя и здесь вывод которому мы пришли в конце что аппетит приходит во время еды другими словами состояние учителя актуализируется когда ты начинаешь говорить когда ты начинаешь произносить и делиться не просто поболтать а чувствуя свою ответственность за те ориентиры те открытия те внутренние ценности которые ты транслируешь другим людям еще раз повторим вы находите какую-нибудь священную книгу или книгу с цитатами афоризмами вот можно взять нейтральную пример афоризма великих людей или что-то вроде этого или вот как я сегодня распечатываете интересных афоризмов ну штук 30 говорите о том что каждый в этом круге достойный учитель которого можно почтить и которого можно учиться в этот момент вы прочитываете текст слушаете себя как откликается внутри ваша внутренняя мудрость ваше сердце и говорите уверенно делясь высшим знанием которое проявляется через вас каждый учитель когда-то не был учителем он возможно был учеником но для того чтобы войти в состояние учителя нужно некоторая толика божественной наглости и многие так и не могут решиться если вы много чего учили много чего знаете и начинаете этим делиться в знании состояние мудреца соприкоснувшиеся с внешним знанием ли с внешним источником раскрывается актуализируется внутри вас и становится ценным и полезным для других людей поэтому друзья если у вас есть какой-нибудь тренинг семинар и вы уже что-то ведете завершение семинара или для углубления уровня семинара или есть какая-то такая небольшая медитативная группа или группа друзей по практикуйте это упражнение и вы убедитесь его результативности вам как организатору это упражнение нужно одно единственное найти интересных штук 50 60 афоризмов или книгу которая для вас является но как бы кладезем драгоценных жемчужин драгоценных истин которые нужно вам допонять если к тому же вы еще и верующий человек вы верите или в бога или в дружественную вселенную непременно вам попадет именно то высказывание которое вам лично нужно доосознать до прожить до прочувствовать и своими открытиями поделиться с другими это небольшое видео для вас друзья желающие открыть открыть себе состояние мастерства открыть себе ученика и учителя одновременно здесь очень важно что если вы что-то скажете глубинное и прекрасное чего даже от себя не ожидали вы так сказали и так надо же офигеть какая умная например в этот момент ваше эго схватывает результат и канал закрывается что произнеслось то произнеслось что произошло то произошло а для того чтобы прочитав начать говорить возьмите паузу 5-7 секунд кстати это очень работает на имидж мудрого учителя вы так прочитали закрыли глаза в себе улыбнулись получили откровение и делитесь когда вы говорите людям деленные слова смотрите им в глаза вы как будто бы по одной небольшой жемчужинке по одной по пол стаканчика живительные влаги воды из источника внутренней мудрости своей даете каждому и таким образом вы говорите так что человек чувствует ощущает что это непосредственно про него это обращено непосредственно к нему это упражнение родилось сегодня в центре отчий дом и здесь мы такими открытиями балуемся как только что-то приходит мы начинаем сразу же практиковать и конечно же это видео скрытое явное одновременно приглашение в наше пространство отчего дома для того чтобы вместе здесь проживать такие открытия успехов друзья и до новых встреч на нашей земле